Мы едва не погибли в субботу. Мы едва не погибли в субботу. Это не блеф, это не преувеличение. Час 12, нас отделяли от конца света. Но знаете, посол России в Организации Объединенных Наций на сессии Совета Безопасности, то есть когда все там заседали, сказал, если вы это сделаете, это будет означать объявление войны. Анатолий Антонов в пятницу расширил мысль, он сказал, мы ударим не только по целям НАТО, мы ударим и по Америке. Вы на этом сильно обожжетесь. Русские заявили абсолютно однозначно. Что тогда будет? Включая, я думаю, сказали чем и почему они ударят. Вы видели, как взбешен был Байден? Пентагон знает, что без участия США по России ударить нельзя. Русские на это сказали. Мы, в общем, уничтожим Киев. Не ядерным оружием, например, авангардом. Сверхзвуковая боеголовка. На стратегических системах. Ударная мощность 26 килотонн. Это посильные бомбы, которые ударили Хиросиме и Нагасаки, но не ядерные. Сначала бы они смели Киев, потом ударили по Англии, Брюсселю, Германии и США. Сказали ясно. Вот так будет. Немедленно все решения приняты. Сделаем автоматически. Вы этого не остановите. Я делаю акцент на этом суде, потому что в субботу утром американцы проснулись и пошли по делам. Но мы все чуть не погибли в субботу. Ибо как только русские бы это сделали, мы бы ответили ядерным оружием. У нас бы не было выхода. И с 72 минуты, 1 час 12 минут, и мы все мертвы. Столько требуется для гибели мира. Это едва не произошло в субботу. Я не шучу, не влифую. Это реально как природа. Поэтому Байден был в ярости. Ему утерли нос. Потому что Путин, в общем, сказал им. Я все решил. Мы все погибли. Все из-за тебя, идиот. Ты дурак. Балаван. Пустоголовый. Не троньте Россию, это царица красных линий. Не надо.